всем привет и дошла я до закупа продукта однозначно выбирать продукты на маркетплейсах удобно потому что не весь ассортимент есть в обычных магазинах допустим я для себя открыла новые что оказывается и я знала что есть обычный булгур белого цвета но есть оказывается еще и красный булгур но его я не купил я купила рис я купила белый рис я люблю варить чтобы были разноцветные рисиные в плове тогда получается красиво я люблю варить белый с черным а теперь свой белый с красным будет классно хожу еще томатную пасту но мне все томатные пасты не нравятся и что-то я одну от браковала 2 браковала люблю метровскую в больших банках но вот эту банку приходится раскладывать по частям опять же лазер это вот скоро будет год как в августе год как я для себя открыла marketplace последнем видео я сказала что уже скоро буду покупать продукты кто-то из девчонок написал что это удобно это действительно удобно так значит что я нашла иранская паста так много иранской пасты у нас вообще кто-то там по расстраивается за того что у нас сейчас такое время что мы чего-то не можем на у нас такое время что мы можем все на наших marketplace ах есть все от я не знаю и и вся европа и для нас открылись такие рынки необычные допустим как иран продукты иранские самые но не самые лучшие у них очень высокие нормы по удобрениям по пестицидам их продукты экологически чистый поэтому смело можно брать и когда я увидела пасту иранскую я взяла не задумываясь почему говорю давай возьмем сразу 800 грамм муж говорит нет не надо удобно сразу с крышечкой подумали о нас цвет прекрасный пахнет хорошо пробую сразу солененько не кислое вкусная томатная паста и я через мама разговаривала мама в 90-е у нас очень много было иранской пасты мы брали и была очень вкусная короче иранская паста томатная дальше соус шерри рачи его много в магазинах но не этой фирмой но банки очень высокие мне нужна была маленькая баночка люблю острый соус чтобы на стол небольшая такого в магазине не видела купила обожаю там я и обожаю пасту том я ваша не я покупала в такой маленькой банки 199 рублей стоит в азиатских приправах в самом низу маленькая маленькая баночка тут я увидела большую банку думаю надо же мне надо посмотрите как классно упакована паста в пакете чтобы не витекла мне только переложить в банку и закрыть крышечкой обожаю варить суп просто макароны сварила заправила этим соусом вкусно когда пресный рис или еще что-то ну вообще заправлять рыбные супы идеально я хожу в ашан и в метро таких я там не видела любимый продукт очень люблю всякие азиатские креветочный соус смысл этого соуса тоже когда отваришь макарон там соус с маленькими маленькими креветками такими микроскопическими очень вкусно заправлять какие-то самые обычные пресные макарошки да ну все так перетерто пахнет креветками остро но так вкусно просто прямо хороший хороший вкус креветок и остро супер шикарный соус сейчас сварю рис заправлю присыплю кунжутом жареным и будет вкуснятина дальше у меня лапша лапшу в магазинах наших продают только специализированных допустим в москве на дорогом русском рынке или таким маленький японско-корейским магазинчику в основном мы с дочкой очень любим а острую пасту и мы его покупаем на marketplace в этот раз у нас немножко другие и так мы покупали очень вкусно нам очень понравится розовый классный у меня есть обзор мы . видим эту пасту в этот раз мы купили розовую которую мы ели и два новых каких-то сорта которых мы не едут и оранжевый вот эти все с птичкой лапша быстрого приготовления не берите черную и не берите красную там ни вкуса ничего горит так что можно увидеть китай из москвы реально поэтому берите вот такие светлые упаковки и тогда вы получите удовольствие вот это у нас сырная будет вот это по моему карбонара с курицей очень нам понравилось супер прям приятно дальше что а дальше у меня сковородка что я себе купила я себе купил вог сказала что буду менять на стальную посуду потихонечку все сковородки 1 1 мой стальной вог 26 сантиметров диаметр был еще 28 но я решила сначала 26 посмотреть а потом уже куплю 28 миллиметрах это всего один миллиметр я сначала купил а потом стала читать и думаю ну не маловато ли но он достаточно тяжелый вот некоторые кастрюли бывает как из фольги нет он увесистый такой все в меру увесистый смотрим как много можно купить стальной посуды достаточно скудный ассортимент так значит я выбрала ее вот такими ручками было еще с длинной ручкой но знаю что вот эта длинная ручка часто переворачивает предметы поэтому с маленькими ручками которые можно и и в духовку засунуть что-то запечь так помыть сначала сковородку идут ложки я хотела ложки поменять у меня длинные бокалы кофейные чайных нету и хотела поменять кофейные ложки сейчас покажу какие у меня были но они такие не очень израчные не очень красивые я решила их поменять но взяла две фирмы причем сначала ошиблась случайно случайно взяла хотела одной фирмы разные размеры взять одни чайные кофейные а в итоге взяла двух разных фирм но даже хорошо я хотя бы посмотрю как они выглядят в жизни вот эта фирма apollo у меня ну классные ложки нержавеющие я смотрела я смотрю девочку из японии она там покупала ложки которые не царапаются и думаю интересно вот есть у нас эти ложки которые не царапаются которые все время остаются гладкими таких опций я не нашла но внешне эти нержавеющие ложки ну просто красота такая удобная тоненькая ручка эти значит кофейные 6 а это какой фирмы md home это чайный она тоже не ржавейка но она такая прям ну классные точки мои она очень понравилась такая тоненькая ручка здесь потолще чтобы держать было удобно тоже блестящие не знаю как они будут дальше в жизни превратятся ли они в это причем я ухаживаю за ними хорошо но они прям но все в царапках в полосках а хочется вот такое зеркальное красивое недорого были эти ложки поменяла значит на кофейные и на чайные потом посмотрю какая фирма в жизни лучше и потом возьму полный комплект ну кофейные прям классные тоненькая такая стильная ложечка легкие причем если прям вот по краю острый край здесь такие острые края все но аккуратная работа и то и другое значит ложки запущу в жизнь а потом сравню как они у тебя будут вести тремя которые не буду использовать царапаются ли нет еще хотел у вас просить совета видела на одной у одной корейской девушки значит отрывная отрывная пленка но пленка клеющим она вот ее отрезала взяла банку и она приклеилась необычная пленка именно с клеем внутри может быть кто-то знает как она называется как ее найти я перерыва все marketplace и но близко ничего нету просто пленки и все а вот склеить на клеевой основе не нашла может быть кто-то знает ну что на этом все мои покупочки закончились теперь можно выдавить свой соус в банку как креветочная паста во во рту приятная необыкновенная самое интересное же можно не все выдавить нет лучше всего зная паста этим лимонграссом жирненькая такая лайфхак как все не любят слова лайфхак как пакетик полностью выжать пакет оставь меру меру острое суперская люблю приправы и их на marketplace ах может черный рис есть и красный можно разноцветный варить рис как не беру одну треть красного две трети белого вот это колечко не выкидываем отрываем его и сохраняем убрать откусить вот это кольцо оставила вот такое кольцо для чего оно нужно когда составляете какие-то комплекты чтобы некоторые люди составляют комплекты заранее выходные дни продумывая все вот так можно вешать одну на другую вешалку допустим платья рук кофту футболку если их несколько штук можно прямо так вывешивать и комплект одежды будет готов в океане специально такие продают пластиковые а здесь можно самим от всех банок собирать будет очень удобная штука для использования рис мой сварился получился красивый рис с курицей с иранским томата очень классный сладкий прям томат и немного пасты для то у меня мы жареный кунжут красота я хочу макарошки приготовить но макароны уже отварены мне нужна заливка подсоленной воде сварю проварила брокколи сливаю воду мешаю огонь сливки десяти процентный много грибного сыра плавленого быстро макароны с брокколи ну что скажу вот здесь покрытие такой шероховатый пока полируется будет часто прилипать грязь внутри более такая гладкая поверхность для двадцати шести или сантиметров диаметр один миллиметр наверное нормально а если будет больше тонн нет она так-то с достаточно устойчивая ну короче неплохая кастрюлька теперь я буду из в поисках новых сковородок но остальные правильно сделала что взяла 26 потому что попробовать конечно вот не люблю когда сталь вот так старые старые стальные кастрюли они все были отполированы а здесь такая достаточно я на я пальцем ощущаю вот эти как ходила фреза вырезаю или шлифую не знаю как она так что делалось но короче вот такая новая у меня сковородей мыть ее конечно в три раза легче чем покупки в интернете продуктов это как скатерть самобранка по-другому не скажешь чего только нет рис и такой и секоль и узбекский мне казалось что я продукты ну по крайней мере большую часть знаю оказывается я сотой доли даже не знаю что есть на нашем рынке называется нашла себе развлечение изучать продукты ну что всем пока до новых видео